В конце XVII века царь Петр Великий посылает экспедиции на восток, дабы выяснить, где кончаются русские земли и находятся ли они в безопасности. Около 300 лет назад казак Владимир Атласов приходит в эти места и два года идет вдоль незнакомого полуострова, открывая его для будущего. Еще два года несут быстрые гонцы в Москву весть о том, что есть у России земля с названием Камчатка. Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский является единственным способом пассажирского сообщения жителей Камчатки с остальными регионами России и мира. На территории аэропорта можно видеть советский военно-транспортный самолет Ли-2, который активно использовался в 40-е годы XX века. Здесь начинается Россия. Так гласит надпись на памятнике, установленном на въезде в городе Елизово. Памятник изображает медведицу с медвежонком натуральную величину. Медведица-мать держит в зубах лосося. Медведи символизируют не только Камчатку, но и всю Россию. А камчатским жителям памятник напоминает, что они не оторваны от материка. Тихоокеанское огненное кольцо включает в себя две трети всех действующих фулканов планеты. Из них 29 располагаются на Камчатке. Огненное кольцо образовано сразу несколькими зонами тектонической активности, где подводные океанические плиты погружаются под движущие и навстречу континентальные. Извержение вулканов и землетрясения являются внешними проявлениями тектонической активности. Горные массивы Камчатки входят в состав Курилло-Камчатской астронной дуги, которая включает в себя около 300 вулканов. Наш первый базовый лагерь располагается между двух величественных вулканов, относящихся к южной части Восточного вулканического хребта. Отсюда открываются замечательные виды на Вачинскую бухту, города Елизова и Петропавловск-Камчатский. Восточный хребет — это горная система, поднятая новейшими движениями тектонических плит и состоящая из ряда отдельных хребтов с крутыми западными и более пологими восточными склонами. Длина хребта около 600 километров, а ширина — 60. Авачинская группа вулканов, которые значит называют домашними вулканами, находится в восточной части полуострова, недалеко от Тихого океана. Вся группа состоит из пяти вулканов Аг, Арик, Козельский, Корякский и Авача. Местная растительность представлена каменной березой и кедровым сланником. Одни из ярких представителей местной фауны — евражки. По-научному — берингийские суслики. Этих забавных зверушек всевозможными лакомствами подкармливают дебосердечные туристы. Авачинская сопка входит в список действующих вулканов Камчатского полуострова. Высота ее достигает 2741 метра. Историческое название вулкана Авача или Авачах, что в переводе с тремянского означает «огненный». Авачинская сопка — это двойной вулкан со ступенчатой постройкой. Современный конус с кратером в 400 метров находится во впадине с крутыми краями, образованной остатками старого конуса — соммами. Когда ты только начинаешь подъем, энтузиазм бьет через край. Но восхождение — это испытание, особенно для неподготовленного человека. на вершины вулкана проложена тропа. Среднее время подъема занимает от 6 до 8 часов. Восхождение начинается с высоты вода тысячи метров и, как правило, разделено на несколько этапов. Последний этап — 700 метров крутого подъема. Самый сложный. Там наверху было облако, видимость метров 10, и местами были видны сульфатары. С эпохи наверху. Ну, надеюсь, она того стояла. Последнее извержение Овачинской сопки произошло в 1991 году. Само извержение было незначительным. Однако в ходе его развития наблюдались все вулканические процессы от пеплопада и атмосферного загрязнения до лавовых потоков и раскаленных лавин. Результатом извержения стала лавовая пробка, почти полностью заполнившая кратер. Горелый — типичный щитовой кальдерный вулкан, находящийся на юге полуострова. Относится к восточно-камчатскому вулканическому поясу. Застывшая лава в его потоке. Местность, усыпенная вулканическим песком черного цвета. Всем этим вулкан Горелый представляет свое впечатление грозного. В то же время удивительно красивого места. Около 40 тысячелетий назад на его месте находился огромный вулкан, диаметр основания которого превышал 30 километров. Со временем вершинная его часть опустилась, образовав 10-ти километровую кальдеру, окруженную невысоким скалистым хребтом. Лучше туда залезть пораньше, когда никого нету. Я думаю, красивые виды будут, когда ты один. Горный хребет, дряною в 3 километра, сложен в цепочку из 11 кратеров. Все это вулкан Горелый. На западе цепочка кратеров начинается уже бездействующим кратером западным. Он окружен невысокими скалистыми стенами. Дно его засыпано шлаком и занято ледником. Кратер под названием «Активный» сосредотачивает в себе всю активную деятельность. Дно этого кратера славится кислотным озером оранжевого цвета, берега которого дымятся фамарулами. К востоку расположен самый большой и красивый кратер «Голубое озеро». Его неправильная форма воронка около полкилометра в поперечнике окружена отвесными стенами высотой от 150 до 200 метров. Дно кратера занято озером голубого цвета, частично покрытым припаянным льдом и плавающими льдами. Особенностью кратера является его изменение в период активности вулкана. В этот период озеро выкипает, меняя приятный цвет и форму. Последняя активность вулкана наблюдалась летом 2010 года, привела к падению уровня озер, колебаниям почв и выбросам паров, которые были видны в Петропавловске и Камчатском. Ну, пещеры там не очень большие, мы туда заходили всего лишь ненадолго, но пещеры тоже интересные. Лавовые пещеры это еще одна удивительная достопримечательность полуострова, которая также привлекает исследователей и туристов со всего мира. Система лавовых пещер находится недалеко от горелого вулкана. Самыми популярными у туристов являются пещеры Грот и темные. Первая имеет два яруса. Первый из них имеет длину 55 метров, а высота его сводов достигает 5 метров. Далеко не все туристы решаются спуститься на второй ярус. Для этого нужно пройти по шаткой лестнице в полную темноту. На дне пещеры присутствует огромное количество льда. при этом лед отсутствует на стенах пещеры или своде. Система пещер возникла в результате извержений, а именно путем схода расплавленной породы лавы на ледники. В результате этой реакции лава моментально застывает, а ледник испаряется. В результате появляются пещеры. На небольшом участке крупного лавового потока, имеющего возраст приблизительно 2000 лет, сосредоточено 14 лавовых пещер. В данный момент для посещения доступны 6 из них. Пещера темная, в полной мере соответствует своему названию. Пройти по ней также сложно без дополнительного освещения. Она сквозная, но имеет в некоторых местах очень узкие проходы. Иногда туристам приходится преодолевать участки практически ползком. Главное отличие вулканических пещер от карстовых в том, что первое возникает в результате извержения, продолжительность которого невелика, то есть геологически мгновенно. Далее происходит только их разрушение и заполнение. Вторые способны расти, развиваться и усложняться очень долго в течение десятков и сотен тысяч лет. Кальдера вулкана горелой похожа на черную выжженную пустыню. Большие участки идеально ровно с шлаковых полей вокруг черных застывших лавовых потоков. Камчатка изобилует водопадами. Они все разные по своей красоте, высоте, силе и происхождению. На Камчатском полуострове большое количество рек, малых и больших. Поэтому здесь в ходе формирования суши при вулканической деятельности, тектонических сдвигах и провалах земной коры образовались красивейшие водопады, которые не оставят равнодушным никого. Встретиться с медведем это особое яркое впечатление от посещения Камчатки. Медведи в этих краях нередкие гости. Вот дошли до водопада. Сопки там были красивые загрозшие мхом, ягодами. В 2011 году в верховье реки Паратунке был открыт и изучен один из крупнейших водопадов Камчатки – Волсы Вероники. Длина водопада более сотни метров, высота падения воды 64 метра, а мощность потока от 30 до 60 метров. грибов, столько ягод. Приятная компания. Очень здорово. Музыка Музыка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok